Дом 2 Самая крепкая пара выиграет главный приз Огромный дом в Подмосковье Смотри, как построить любовь Дом 2. Осень. Любовь. Каждый день в 9 вечера. Минута НД Здравствуйте, я Ксения Собчак. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Когда-то нить Риадны помогла Одиссее выбраться из лабиринта. Хорошо бы и нам иметь такую нить. Пока же в наличии только клубок проблем. Вчера Настя Дашко отмечала день рождения и не пригласила на него свою лучшую подругу Ольгу Моцак. Ну а Степа открыто заявил, что с Бонней ему больше не по пути. И возможно, просторная комната в старом доме скоро обретет новых владельцев. Что ж, сегодня мы попробуем распутать все эти конфликты. Наступил 936-й день нашей телестройки. Боня прислала Степе СМС, в котором дала понять, что между ними все кончено. Оскорбившийся Степан пообещал выехать из старого дома и не реагировать на новых поклонников Бонни. Но главным событием дня стал день рождения Насти Дашко. Она не пригласила на свой праздник лучшую подругу Ольгу Моцак, потому что Сэм не одобряет дружбы между девушками. Праздник Дашко удался на славу. Если исключить то, что по его окончании Настя затушила сигарету о лоб любимого мужчины. Сэм не одобряет дружбы между девушками. Я не нарежу тебе. Ладно, ладно, ладно. Когда ты все следующие? Я все. Давай. Я так, как. Ну, как они? Да, с тобой. Лишь и все наши. Ладно, вылез. Да, давай, конечно. Смотри, это самое. Здесь лучшее место, а ты местный. Или он все это щупит, а она лежит. На них. Боже мой, мне стыдно. С гипноцей перепутал. Я помню, кто хотел обнять тебя, сынушка, хотел обнять ее. Тук. Ты тук. Вот так ты взял. Жалко, ты мне извини. Не извини, я тебя, Настя. Я разрешаю на твоем подрождении мне прижечь лоб тоже. На такой бартер я согласен. Слава, да. А сын не курит же, как он тебя прижгет? Закурит. Я сигару закурит. Нет, нет, давай я не курит. Я не курит все. Я сам курит. Так курит. Так курит. Меня не закрепляют. Ура! Это жесть. Декабрь, январь. Это просто такие жесткие месяцы. Где столько денег взять, непонятно. Еще у Боньки же день рождения. Завтра. Отмечать завтра будет? А? Отмечать завтра будет? Не знаю. Штуку голову оторвал. Делать не могу. Ну-ка, давай, что-то валяйся. Вот. Другое дело. Умный утюг. С компьютером встроенный. А это уже я гладил уже. Нажимаю. Тык-тык-тык. Больше, меньше. Электрон утюг. Это вообще жесть. Хорошо. Классно вообще. Уже встроенный. Умный утюг. Продолжение следует. Умный утюг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 их упрочнять? Нет. Они, по крайней мере, надо верить людям, и они поехали, чтобы свои отношения наладить. То есть Майя хотела наладить отношения с Аленой, а Боня, соответственно, с Степаном. Но так как они поехали вместе на тренинг, на один и тот же тренинг, и делились собственными переживаниями, у них возникла эта эмоциональная тонкая связь. Ну что у вас произошло? Вика сказала, что не хочет быть одной мыши. Почему? Вот мне странно, что в такой форме по СМС-сообщению, правильно я понимаю? Почему не вживую? Почему как бы... Такой странный формат общения, как ты думаешь? Ей было сложно просто сказать тебе. Ну мы и вчера по телефону разговаривали. Она позвонила. А где она вообще сейчас? На тренинге. А почему она решила принять такое решение? Тебе объясни? Из-за твоего признания? Ну да, это было не то, чтобы признать. Это была разводка, к которой она сильно поверила. Что это разводка? Ради чего? Мне не нравилось ее поведение. И ты решил рассказать ей о своих изменах? Ну, и измен не было. Хорошо. А в чем разводка? Проверить ее? Проверить ее? Что она... Конечно. Что она... На чувство ее развести? На что? На то, чтобы она не делала так больше. Не делала больно. Не играла и в игры. Я предлагаю. Вот такие... Очень интересная тема про Майя говорят. О, как так? Они здесь на тренинге. Что-то здесь не так. Да явно они там что-то это самое. И нет, они только у вас на друзья. И мы паримся реально уже две недели. И еще будем две недели париться. Смысл? Смысла нет. В любом случае, если они когда-нибудь будут вместе, то они будут вместе. И мы этому не воспрепятствуем. И мы этому не поможем. И тренинги этому не воспрепятствуют. И не помогут. Потому что, если люди друг другу тянут, то от тренингов это ничего не зависит. Поэтому, мне кажется, что мы через две недельки на самом деле увидим, что происходит у ребят. Кто где спал? Да. Что ты хотел увидеть? Что ты хотел для себя понять? Я хотел показать, что нельзя так себе со мной вести. Или, может быть, ты надеялся, что в ответ она признается, что у нее что-то было с Майей? Честно скажи. Мне кажется, это единственное, на что ты мог рассчитывать в этой ситуации. Нет, я верю ей, что у нее с Майейом ничего не было. Но то, что она меня провоцирует на эмоции, и на то, чтобы я так думал, вот это мне не нравится. Но что ты хотел добиться своим вот таким откровением, если это действительно была разводка? Я еще раз говорю, я не хочу, чтобы она так со мной поступала. То есть ты считаешь, что от того, что ты говоришь женщине, и я тебе изменял там два раза, прости, пожалуйста, она начнет лучше себя вести. Ты так искренне думаешь? Ну, мне хочется в это верить, что она задумается. Ну, Степ. То же самое, что с голодным взрослым человеком. Подожди, правильно. Я задумается над тем, чего делать нельзя, что мне причиняет боль. И если ты мне причиняешь боль, то я могу тебе ответить тем же. Я не хочу делать тебе боль. Давайте спросим у Димы. Что вы хотите узнать мое мнение? Ну как? Есть. Мне вообще не интересно. Да, пойдешь ли ты на тренинги? И, вот знаешь, тема тренингов, да кому она интересна? Тебе интересна тема тренингов? Да мне вообще с вами интересно поболтать, Дим. Дальше что? Мне не надо ходить ни на какие тренинги, потому что я живу той жизнью, которую я живу, которую хочу прожить, а не делать. Вот, Саша, мне, конечно, очень нравится, не хотел поднимать эту тему, но смотри, ты на лобном месте выдаешь такую мелочь, ты предъявляешь претензии. Я вот сегодня заметил за тобой, такую же, такую же точно мелочь. Знаешь, какая это была мелочь? Какая мелочь? Ты приходишь есть в новый дом и не моешь за собой посуду. Сегодня я мыл. Знаешь почему? Ты не помыл за собой. Сегодня я мыл. Я тебе говорю, что ты не помыл. Я понял, я уже заметил это давно, ты не ешь в своем доме, потому что ты не хочешь потом за собой убирать, а за тебя уберут другие. Дима, что? Вот тебе приятно, подожди, вот тебе приятно, когда Белу такую мелочь высказывают? Мне нормально, когда такую мелочь высказывают, но если ты мне выскажешь ее в тот момент, потому что вчера я помыл посуду, сегодня я помыл посуду. Чему тебя учили на тренинге, Саш? Я посуду научился мыть тренингов. Дима, это Дима. Ты еще психолог называется. Ну просто мне кажется, сейчас проблема в том, что вы уже до конца друг другу не доверяете. Да, вот в этом. Вряд ли это не можно восстановить. Нет, я доверяю Виктории, благодаря этому я как бы, это была проверка, и в этом я убедился в том, что я могу ей доверять. Может, у тебя просто умнее тебя оказалось? В смысле? Ну, в смысле, даже несмотря на твои признания, решила тебе в том же самом не признаваться. Да нет, я уверен. Я доверяю. Ну тогда нужно возвращать ее, Степа. Если человек так тебе жестко сказал, мне кажется, что-то надо какие-то действия предпринимать. Например. Что ты думаешь делать дальше? Я буду окружать ее заботой и теплотой. То есть ты будешь пытаться ее вернуться? Конечно. Получится у тебя как-то, ну, бишь? Она серьезно вообще это говорила? Или это такой очередной какой-то вот? Я думаю, серьезно. Мне надо будет серьезно поработать. И что, тебя больше никто в чем не обвиняет, что ли? Да, больше никто ни в чем не обвиняет. Да? Ты посмотри тогда, получше может быть. Ну все. Ну все. Кто мне говорит, что обвиняет меня в чем-то, что я не делал, я выскажу и обвиню этого человека в том, если у него есть ложь в его словах. А в его словах была ложь, потому что это логика, наука такая. И в одном и том же предложении у него противоречие. И Рома потом признался, что он лживый и лицемерный. Ой, мелочный. Саша, ну ты не говоришь никогда? Да ничего, не против кого там, да? Да, да, Дима, я всегда честно говорю. Я говорю тебе так. Смотри, как я тебе говорю. Я говорю, были эпизоды, когда я в старом доме, ой, в новом доме, да, ел и не мыл посуду за собой. Были эпизоды. Но вчера, допустим, да, ночью, я помыл посуду. Есть свидетели у нас? Этот эпизод произошел сегодня с утра. Я просто заметил. Сегодня с утра какую я взял тарелку? Большую и положил торт туда. Да, и потом, когда мы ушли, там остался торт и чайный пакетик, и еще что-то. Но мы вернемся, потому что мы пошли на суду. За это Саша сегодня моет всю посуду. Нет, я, Диме, благодарен за то, что он мне заметил это. Я хочу поднять руку. Что Саша моет всю посуду за свою... Да не надо всю посуду. Единогласно. Саша сегодня моет всю посуду. За собой просто надо... Спасибо вам, ребята. Не надо говорить за меня, что мне неприятно твои слова. Мне приятно твои слова. Саша, я уже сделала все. Я же выпила таблетку, я же выпила бульон, я же выпила чаю. Я все сделала, и все равно все болит. Ты к Боньке пришел? Посмотрим. Ты ее хоть и ел? Нет еще? Не общался, да, даже? Поддержать? Или как? Построить свою любовь пришел. А-а-а. Я пока в раздумьях нахожусь. У тебя много времени есть, подумайте. Не знаю. Целая неделя. Потом и будет, ну, скажем, что... Потому что я не знаю, может, и неделю здесь не будет, Бонька. А не знаю, даже мы с вами приедем. А тут такая девушка с полицией стоит. Чего? А я говорю, а тут такая девушка с полицией стоит, симпатичная. Да. Почитай же. Вот, скоро твоя свадьба. Чего тут? Это что, новый что-то? Да, декабрьский. Да, декабрьский новый. Тут такие приколы. А кто на обложках? А ну-ка. Это кто? Ну, погоди. Боня со Стюпой? Да. Здесь есть противописы. И променяйся. Очень интересно. Что ты настоящий русский парень. Я настоящий русский парень. Это кто сказал? Это сказала Боня. Ну, если там так сказано, то... Я уже знал. Сейчас я покажу. Да ладно, ничего себе. Для тебя. Тут есть клевая фотка. Бузовый и тебя. Это мужик, по-моему, у него усы. Слушай, а какие... Такая точность передач. А то не Ромка. Да? Вот это что, объяснили? Мне кажется, талант. Я не говорил, как бы сказал, что это разводка. Но он мне уже не верит. Конечно, не верит. Но это тоже надо было додуматься. Я сейчас... Ну, это жестко, же скачет. Ну, зачем? Идиотизм. Такой поступок дурацкий. Мы это так долго обсуждаем. У него парень. Зачем это? Если это была разводка, надо было по-другому развести. Ну, не уж не про измену, а какую-то другую историю. Слушайте, кто-то понравился. Что ты честно, и об этом говоришь. Понимаешь, что... Как бы ничего не было, но вот мне человек понравился, и могу это тебя сказать. Вот вы провоцировали меня на какие-то там... И у нее там, и то, что я там с Водонаева. У меня что-то такое... Ну, конечно. А мы с ними провоцировали? А нам нужно, чтобы... И у нее... И она парится по этому поводу. И хочет в это верить. Конечно. Ну, ты хочешь, я тебе говорю, вот на. Ну, это... Каждый верит в то, что он хочет верить. Ну, это жестковато, Степа. Ну, и что, к чему это все сейчас привело? Сейчас ей еще мои в уши надоют. Что, типа, знаешь, да, они могли, я знаю, Алену. Сто процентов, конечно. Она... Знаешь, он реально сильный соперник. Зачем тебе сейчас, знаешь, играть в эти игры? Это реально опасная история. Я тебе могу сказать серьезно, что я не удивлюсь, если Вика через какое-то время будет встречаться с мамой. Я реально такую возможность допускаю. Честно тебе могу сказать. Типа, звони ей на эту тему. Звони? Без провокации. Скажи, все-таки есть. Скажи, видела Степу, Солену, в кровати. Степ, давай. Все, последний вопрос. В своей СМС-ке, теперь известной на всю страну, Вика посылала тебя именно к Алене Водонаевой. Наверное, неспроста. Она имеет право вообще имя мое произносить. Алена, мы здесь все... Ты у нас не Господь Бог, что мы теперь не имеем право произносить свое имя. Послушайте, можно не перебивать. Ты в своей нельзя произнести имя Алены Водонаевой. Я вообще, честно говоря, не самую разговариваю. Нет, сейчас я обращаюсь к Степе. Тут вообще ни при чем. Наша жизнь состоит из мелочей. И вот как раз одна из них. Встречайте, Ксения Стопчак. Ну, знаете ли, всем бы такую мелочь, и жизнь бы была прекрасна. Ну, хочется поговорить еще об одной маленькой, но очень симпатичной мелочи. Собственно, об отношениях Насты Дашко с ее мужчинами, женщинами и так далее. Настя, почему, почему же не пригласила Олю на день рождения? Ну, это же такая мелочь. Можно ответить, да? Я чувствую, что... Я так чувствовала вчера, что если бы Оля пошла ко мне на день рождения, то Сэмик все равно был бы в напряжении, потому что поднимается мне очень хорошая тема. Соответственно, если напрягается он, значит, напрягаюсь и я. Я знаю, что Сэмик как раз был не против. Я вчера Оле и сказала, что она не против, как бы он не против, чтобы она пошла ко мне на день рождения. Просто я чувствую это, и для меня важны наши отношения прежде всего. Настя, ну ты будешь продолжать дружить с Олей? Ну, конечно, я буду продолжать дружить с Олей. То есть, когда тебе удобно, ты будешь с ней дружить, а когда тебе неудобно, ты будешь ездить на праздники отдыха. Никогда мне удобно, Ксюша. Мне прежде всего удобно, чтобы в моих отношениях все было хорошо. Вот это для меня удобно. Ты могла бы пригласить Олю, и при этом все свое время, там, внимание и любовь, дарить Сэму, говорить ему приятные слова и показывать всяческим образом, что ты пригласила, как бы исполнила свой долг, сделала широкий поступок, но при этом ты с Сэмом. И тогда, мне кажется, и Сэм бы не обижался, и главное, что и Оле было бы не так обидно. Я отвечу. На день рождения у меня, естественно, все это занималось, была съемочная группа. И даже если бы Оля просто ко мне подошла и сказала, Настя, поздравляйте с днем рождения, обняла бы меня. Я знаю, как это будет показывать, я знаю, как это будет выглядеть, потому что все слишком далеко зашло. Хорошо, тогда ты могла подойти к Оле и сказать, Оль, я тебя приглашаю. Почему отчитываться-то вообще? Почему отчитываться? Ну, как вариант. Если это тебя смущало, это я тоже могу понять. Это тоже меня смущало. Ты могла подойти и сказать, Оль, ты знаешь, я очень хочу тебя видеть, приходи обязательно. Только единственное, там будут камеры, вся эта тема мне неприятна. Давай так будем на дистанции держаться. Зачем ты держась человека, если я буду от нее шугаться там? Если они будут ей подходить, общаться? Там было столько людей, Настя, абсолютно к тебе не имеющих никакого отношения, и главное, абсолютно тебя не любящих. В отличие от Оли. Ксюша, можно я скажу, Ксюш? Ксюш, можно скажи? Да, Оля, мне очень интересно, как я такая дружба устраиваю. Послушай, мне внимательно, я нисколько не обижаюсь на Настю, у меня нет обиды никакой, абсолютно. Дело не в этом. Ты бы на ее месте так же поступила? Вот Настя сказала, что ты бы на ее месте поступила так же. Это правда? Нет. Потому что если бы я была на месте, я сама бы подошла и сказала, Оля, извини, но я не пойду. И даже не объяснила бы, почему. Оль, ты бы на месте Насти как бы поступила? Нет, я бы так, конечно, не поступила бы. Как? Поэтому я хочу сказать, как бы это поступило. Я бы в любом случае пригласила человека, допустим, у меня есть подруга, да? Да. У меня есть молодой человек. Я бы в любом случае пригласила подругу на свой день рождения, потому что это, извини, для чего тогда дружба вообще существует? Но Настя, то есть она посчитала нужным, я не спорю с ее решением, да? Раз такую тему поднимают здесь, то она правильно поступила, она не хотела портить праздник ни себе, ни Сэму, чтобы не было опять таких слухов. Вот, и поэтому все нормально, все замечательно, я не обижаюсь, потому что... Такая дружба тебя устраивает? Меня устраивает абсолютно все, потому что я отношусь нормально к человеку. Ну, Настя, тогда тебе повезло с такими друзьями, с которыми, когда тебе удобно, ты можешь общаться. Мне тоже повезло, потому что когда у нее стоял выбор, или молодой человек, который поставил ультиматум заезжать в старый дом, или наша дружба, она тоже выбрала молодого человека. Настя Дашко привела Ольгу Моцок к расплате, кровавая расплата Ольги Моцок. Ну, хорошо. Насколько я понимаю, у нас еще одна расплата за замечательные отношения между Степой, Аленом, Маем и Викторией. Все имена я говорю через запятую, Алену, потому что в вашем четвероугольнике уже непонятно, кто с кем и когда. Слушай, я одна месяц, не трогайте меня, не впутывайте меня. А я тебя не трогаю, но то, что ты участвуешь в этой истории, как бы ты по-любому не участвуешь. Я никак не участвую, Ксения. Вопрос хочу адресовать Степе. То, что у тебя сейчас происходит с Викой, ты тоже рассматриваешь как некую расплату за какой-то ваш общий с ней флирт с другими людьми? Без сомнения, за все в жизни нужно платить. Какие ты намерен теперь действия предпринимать? Будешь ли ты дальше там дружить, поддерживать какие-то дружеские отношения с Аленой? Как ты будешь с Маем себя вести? Ничего, очень просто. Вика моя любимая женщина, я с ней расставаться не намерен. С Аленой у нас приятельские отношения, с Маем у нас отношений не будет. Никаких? Никаких. Несмотря на то, что он предлагает свою дружбу тебе. Когда? Он тебя братиком называл. Когда, Степ? Хотел просто породниться. Не знаю, правда, в каком смысле этого слова. Все. А вот скажи, пожалуйста, братик может так делать другому братику, чтобы ему было плохо? Это братик ли? Ну, видимо, у каждого свое представление. Ну, видимо, у меня такое представление о братстве, у меня другое представление о братстве. То есть ты думаешь, что Май намеренно делал тебе плохо? Да. Хорошо, Степ, последний вопрос. В своей смс-ке, теперь известной на всю страну, Вика посылала тебя именно к Алене Водонаю. Наверное, неспроста. Она имеет право вообще имя мое произносить. Алёна, мы здесь все... Ты у нас не Господь Бог, что мы теперь не имеем права произносить твое имя, понимаешь? Слушайте, можно не тебе убивать. Суи нельзя произнести имя Алены Водонаю. Я вообще, честно говоря, не сказала. Все, что Майра догадывает. Нет, сейчас я обращаюсь к Степе. Тут вообще ни при чем. Как можно уйти отсюда? Нет, подожди, я обсуждаю проблему Степа с его детьми. Ну, я не знала про эту смс-ку. Я просто помню ситуацию, когда ты мне задала вопрос. Ты сама, конечно, не употребляешься не произносить в суи, но при этом знаешь, что сама каждый раз на это реагируешь. Вика в свои смс-ки именно тебя отправляла, я бы даже сказала, посылала к Алене Водонайовой. Как ты можешь это прокомментировать? И я думаю, что неспроста, она же тебя не послала просто там к Коле Моцик или к Насте Дашко, именно к Алене. И я думаю, ты прекрасно понимаешь, что она ревнует. Не знаю, имеет это почву или нет, но она ревнует к вашим отношениям. Ну, Вика ревнует. Может быть, просто она не верит, что у вас ничего не было с Аленой на гастролях? Может быть, и не верит. Но и у нас с Аленой ничего не было. И не могло быть. Как ты думаешь, почему она все-таки именно ее упоминает в своей смс-ке, когда она хочет с тобой расстаться? Почему она не послугалась? Потому что есть много людей, которые говорят ей и на ухо, и открытую, говорят, что у нас возможны какие-то отношения, что мы с Аленой как-то флиртуем друг с другом. Поэтому она так и пишет. А кто, например, май может быть? Ну, вообще-то, давай изначально это май. Потому что, как только мы начали жить с Викой, заехал в домик, у нас был тет-а-тет, безобидный, на бассейне. И май подошел вот здесь вот к Вике и стал сказать, что я флиртую с Аленой. Изначально. И с тех пор эта игра ведется? Ну, хорошо, Степ. Я тебе предлагаю, как человеку более взрослому и мудрому, первым прекратить эту игру. И для того, чтобы сохранить отношения, которые и так уже, мне кажется, в такой сейчас серьезной опасности. Просто, может быть, на время, даже если с Аленой тебя связывает дружба, может быть, постараться не общаться и не делать больно своей второй половинке. Ксюш, как психолога, как эксперт по тренингам, хочу заявить, ночных тренингов не бывает, это факультатив. Когда там, знаешь, пара человек с тренинга собираются где-то вместе. Поэтому к Степе надо меньше предъявлять претензий, чем к Маю и Бонне, которые не посетили Настин день рождения. А кто, на твой взгляд, инициатор вот таких вот дружеско-флиртующих романтических отношений? Вика или Майя? Попытаюсь быть наиболее объективным. Да. Это Майя. Не в обиду тебе, Ален, будет сказано. Мне кажется, что и отношения с Аленой, и теперь вот эти странные отношения с Викой. Это история не отношений с Аленой и с Викой. Это история отношений Мая со Степой. Вот мне почему-то теперь, глядя на эту ситуацию ретроспективно и понимая вот все происходящее, мне почему-то кажется так. Что и Алена, и Вика это просто, ну, некий, да, пусть и приятный инструмент выяснения каких-то личных отношений именно со Степой. Есть люди, которые согласны? Вот я руку подняла, ты смотрела в эту сторону. Ты говоришь, что тебе кажется, на твой взгляд, что это отношения Майя и Степана. Мы недавно обсуждали с Солнцем ситуации, и реально ситуации похожи. И у меня такое сложилось впечатление, что это отношения Майя и Майя. И больше там никакого второго человека быть в его мире не может. Все повторяется, все возвращается. А по поводу инициаторов, вот сколько мы смотрели серий, были когда на гастролях, я не видела со стороны Майя каких-то, то есть, поползновений. Я видела, когда... Ты считаешь, есть сейчас инициатор? Нет, допустим, вот ситуация, по факту. Мы видели серии, они заходят в ворота, только ворота открываются, и сразу же Бонни начинает говорить. Ой, как романтично блестит снег, посмотри, о господи, там какие сосульки, какое небо, ну это же, ну Майя идет там что-то, что-то говорит. То есть я все, я женщина, я это чувствую, что мне кажется, что инициатива от Бонни больше, но в этой ситуации, я сейчас могу объективно смотреть на эту ситуацию, потому что я вышла из нее уже, я серьезно говорю, что я там никаким боком вообще не присутствую. Но Майя тоже не святой. Мы, конечно же, все тебе верим. И тоже очень много провокаций, допустим, с его стороны. Ну что ж, каждый, кто не первый, тот второй. Итак, на закусочку у нас последняя тема, конфликт Димы и Нелидова. Во время перекура Дима обвинил Нелидова в том, что тот не моет тарелки. Такая мелочь, но неужели все остальные моют за собой тарелки? Конечно. Серьезно? Нелидов, ты у нас один такой свит, что ли? Свинья, чистое животное, не говорите свинья. У меня есть Рассел, он живет со мной в старом зоне. Кошмар. Я же в Нелидове номер один. Так, Нелидов, ты с этого момента обязываешься просто мыть посуду вместе со своей прекрасной женой? Мы пошутили на эту тему. Я хочу серьезно сказать. Дима сравнил мелочи, да, две мелочи, но для меня это несравнимые. Я всегда был за правду. И когда лжет Рома, я ему предъявил. И пусть он из мелочи раздул муху, да, и обвинил меня, назвал ничтожеством и так далее из-за этой мелочи. Ты же меня не назвал из-за того, что я не вымыл сегодня одну посуду, потому что мы пошли одну тарелку на стройку с Антоном пошли. Ты же меня не обвиняешь в том, что я ничтожество. Поэтому эта тарелка, это действительно мелочь. А когда в лицо на тет-а-тете там Рома лжет, я об этом заявлю, чтобы все знали. И пусть у меня не получилось до всех донести, мне главные люди, которые знают логику, которые интеллектуальные, они меня поняли. Я про все не сообщаю. Ну, конечно же, и главное, что теперь Дима ответил тебе тем же, и теперь все на проекте Дом-2 знают, что Нелидов свин. Увидимся с вами сразу после рекламы. Удачи! Ты пес, собака, у которой есть нюх, у которой есть инстинкты. И они тобой владеют, тебя имеют. Что тебя надо попытаться спрашивать? Про тебя. Ну, по поводу вчера что? А что ему? Тебе сегодня тот же вопрос задавали на лобном, что и мне. А много вопросов задавали, какой конкретно? Про день рождения. А почему я тебе на пожале не дожил? Не считаю ли я, что это жестко? Или что? Ты сейчас что хочешь? Развести мне поговорить с тобой о вчерашней ситуации? Нет, я хочу уже сейчас спросить о третьей воле. Но это то же самое. Мне просто интересно, какие задать вопросы. Я не собираюсь рассказать по поводу всяшей ситуации. Я считаю, что я поступила правильно. И я не собираюсь ничего говорить. Это тетететет? А, хорошо, отлично. Иди ко мне, поговори. Я не хочу идти к тебе. Ну, просто на кровать. Если ты хочешь поговорить, я тебя слышу. Я не хочу официально разговаривать в этом. Можешь включить все это? Да, что могу. Да, оба, да, спасибо. Ты так будешь отвлекаться? Нет, я наоборот на разговоре сосредоточена. Других мыслей нет. Как обычно у тебя 40 дел делаешь одновременно. Да, ты знаешь, если есть такая возможность. Слушай, я переживал-то. Как-то? Ну, конечно. О чем? Ну, как? Все равно. Вы скажи, бессознательно стремились... Что пережил ты? Мы стремились к этому. К чему? Бессознательно к разрыву. Мы, наверное, стремились к такой ситуации. Не то, что к самому разрыву, а вот к такой порции. Почему так произошло, а? Произошло все так, когда что было произведено? Ну, это понятно. Баба, до вчера же мне, наверное, напевали, что ты собираешься сам. Ну, вот. Ну, чем тогда поднимать этот вопрос? Мне просто интересно, что спрашивают. Вот и все. Ну, я же все это удовлетворила. Да, ты удовлетворила. Все замечательно. Просто говоришь, что... Что-то, что-то, оказывается, разглашать нельзя. Ну, на то он вот этот ответ, наверное. Ну, я не знаю. Почему они разглашают нельзя? Я просто, на самом деле, не помню, что мне раздавали. Я помню, что тема была сегодняшняя, вынесена на лобное место. А конкретно я не могу типа... Ну, я не кричу, ты же... Ну, здрасте. Немножечко голос подосил. А я может... У меня просто уши заложены. А у меня лоба нет. Да? Замечательно. Ну, и все. В общем, проблема. Ну, вот, с одной стороны, сознательно-то я понимаю, что... Мы нужны друг другу, мы любим друг другу. Я этого уже не понимаю. Я не считаю, что мы прям нужны друг другу. Ну, мы хотели быть вместе, да? Любили друг друга. Ну, просто любили друг друга. Не было никаких ситуаций, не было никаких таких моментов, из-за которых нам приходилось наши отношения взвешивать, переоценивать. Ты знаешь, казалось бы, все это клока должно было по самотеку. Ну, как нам нравилось. Что должно было быть. То есть, тебя все устраивало? Да? Вика, тебя все устраивало, все отношения, которые были? Настолько, насколько это было. Стремилась ли я к лучшему? Да. Хотела ли я чего-то другого? Нет. А к лучшему? А то к чему? Ну, чтобы было более качественно, чтобы было еще более гармонично. Я просто болею, и все. Ну, это значит, тебе как-то помочь. В чем? Ну, в том, что, может быть, там, таблетку тебе дать. Ну, это я тебе навижу. Нет, ладно, спасибо. Ну, значит, тебе помочь еще. Спасибо, я не нуждаюсь пока в данный момент в твоей помощи, потому что я могу в состоянии сама себе взять таблетку, сделать кофе и все. Хорошо, замечательно. Очень заранее благодарна, что ты беспокоишься обо мне. Я всегда беспокоюсь, когда люди болеют. Замечательно. Очень хорошо. Не только о себе, а вообще, в принципе. Я в данном случае говорю о себе. О себе. А я говорю вообще. Вообще замечательно. Ты очень хороший человек. Ты тоже. Жаль, что ты заболела. Слушай, ну ты как говорила, когда-то что-то не будешь ни с кем, кроме меня. Да, и не буду. Не обманываю. И не буду, знаешь. Так почему? Ну, потому что. Посмотрю. Навряд ли я с кем-то буду. Так давай будем с тобой. Нет. Нет, быть такого не могу. Речи быть не может. Речи быть не может. Ни в каких договоренностях. Все. Ты для меня был любимый, родной человек. Я в тебя вложила душу, отдала тебе свое сердце. У меня были с тобой отношения, которых я хотела, в которые я вкладывалась. Никакого бизнеса после этого быть не может. Если мне нужен будет бизнес. Бизнеса не будет. А что это будет? Будет то, что было. Нет, этого не будет. Пусть прошли. То, что было, не будет. Может быть бизнес, но не с тобой. Бизнес у меня есть другой человек, с которым я могу сделать. Но не с тобой. Ты пёс, собака, у которого есть нюх, у которого есть инстинкты. И они тобой владеют, тебя имеют. Понимаешь? Ты как животное, у которого реагируют на все свои... Ну, понимаешь? Нет, а есть люди с мозгами, которые умеют себя направлять, контролировать, знать, разбираться, что им нужно. Опять-таки, если есть и были какие-то чувства, то никакие инстинкты, в принципе, людей, именно людей. Потому что ты же не животное, а в принципе ты человек. Они их как-то не управляют. Сегодня Степан Меньшиков твёрдо для себя решил, что будет пытаться вернуть Викторию Бонни. Посмотрим, получится это у него или нет. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Ну, а прямо сейчас не пропусти 100 новых шуток от Comedy Club. Смотри Comedy Club на ТНТ. Так офигенно. Мне так вкусно нравится. Я тебе ещё раз говорю, я люблю тебя, потому что у тебя писька. Я люблю тебя. Готови энергию. Готови в жизни радостный. Ра. Законы любви и созданы, не забывай. Держи меня крепче, за руку не отпускай. Когда ты со мной, я так благодарна судьбе. И сердце моё откроется только тебе. Только тебе. Только тебе. Только тебе.